Процедура досудебного урегулирования конфликтов существовала давно, но посредник, тогда еще не существовало термина медиатор, сильно рисковал, принимая на себя роль. Ситуация в корне поменялась с принятием федерального закона от 27 июля 2010 года об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника в процедуре медиации, который легализовал посредничество при разрешении споров. С этого момента стороны конфликта получили возможность законного оформления привлечения посредника без использования различных квази-инструментов. Процедура медиации позволяет разрешить семейный спор, экономический спор, трудовые споры, споры в области защиты прав потребителя, врач-пациент, споры в системе образования, системы ЖКХ, врач-пациент. Многие направления, основанные конфликта и конфликтной ситуации, позволяют разрешить споры только через процедуру медиации, потому что это удобный, быстрый, эффективный способ разрешения споров. И самое главное, это доступно. Согласитесь, развестись и остаться друзьями дорогого стоит. Вот у Елены это получилось с помощью процесса медиации. Пять лет назад я обратилась в службу медиации, так как я не знала, как грамотно выйти из конфликта. Мы с мужем уже поняли, что наш брак уже закончился. А как грамотно выйти из этой ситуации, не навредить ребенку в первую очередь, мы не знали. Я отвечала, я увидела себя со стороны. Как бы кино про себя. То есть, что я делала не так, как я себя вела. И я действительно удивилась. Я не видела со стороны себя. Я приняла свои ошибки. Да, я сказала, что я буду работать над собой, я буду меняться. Потому что ошибки были серьезные, на мой взгляд. Муж тоже увидел и себя со стороны, и меня. При этом медиация не просто помогает разобраться в юридических тонкостях спорного вопроса, но и при наличии грамотного посредника позволяет без эмоций трезво взглянуть и на себя, и на оппонента, и остается навсегда бесценным опытом, бесконфликтного общения. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok